Добрый день подписчики и не случайно гости моего канала. Вот я сегодня пришел снять последнее видео Коммуардов в этом году. Осталось их у хозяина 17 штучек. Троих он забил уже. Планировалось, что он их неделю назад половину вырежет. Им должно было епи хватить на две недели. Он две недели назад приезжал, но у него не получилось. Срочно вызвано на работу, поэтому он забил двух троих. Сапки летают. Вот, а семнадцать осталось. В общем, это голодает у него. Потому что он сейчас не может приехать уже. Вот здесь вот вода почти закончилась. И еда почти закончилась. Вот они, в принципе, рады меня видеть. Я как понимаю, принес им вот мешочек пшеницы. Сейчас засыплю. В общем, вот так вот они, да, в вольер вот в это нечто непонятное превратили. Вот так вот он выглядит. Вот здесь практически уже неделю сидят голодные. Вот. Ну, слава богу, все выжили. Вот. Ну, видите, как они у вольера во что превратили. Просто вытоптали полностью. Не знаю, пока вроде как есть мысли и желание самому попробовать в следующем году завести тоже мулардов. Вот. Ну, ближе к весне будет видно. Вот этих он закупил летом, я не помню, по-моему, в июне. Вот. А сейчас у нас конец сентября. Вот он. Сколько их растил. По-моему, это немного нерентабельно. Там 56 дней вроде я читал. Но надо будет тоже самому проводить эту тему. Получше изучить. Посмотреть. Насколько вообще-то выгодно. Потому что он, мне кажется, уже достаточно здоровые уже были. Месяц назад заходил уже, в принципе, не такие же были. Ну, вот один из них я взвешивал, сколько у меня там угостил. Ну, два с половиной килограмма было уже мясо. Без всего там, без потрохов, без всего, без головы, без лап. Ну, достаточно много. Два с половиной килограмма мяса. Ладненько, сейчас насыплю пшеницы. Пусть порадуются. Покушают наконец-то бедняжки. Ну, и воды им сейчас тоже подальют. Нас исключите на летом буду. Музыка И тейная пшеница вот так они периодически подходят по одной по две кушают то есть сообразили все-таки что есть у них зерна в одном больше им конечно нравится играть с водой бочки наполнил там еще лужи налил и там купается на и вот стоят под шлангом плечица в воде воду конечно утки любите что на этом видео про молода заканчиваем в этом году через неделю они будут все перемещены в морозилку но я всерьез задумался над тем чтобы в следующем году тоже попробовать деревне завести данная птичка хозяин приезжает уже повторяться не скажет что приезжает к ним туда раз в неделю я давню даже реже получает то есть они у него сами здесь живут по моему он где ты не 20 было утятом он уже сюда выпустил на это было и и все они с тех пор здесь вот в вольере сетки никакой нет сверху они здесь вот живут не сороки не истребает никто не потаскал так что вполне такой вариант пригодный вот насчет релетабельности да он что-то долго в этом году передержал они получается по сути 20 штук вот 30 килограммовый мешок пшеницы за неделю съедают поэтому конечно чем дольше держать тем уже менее релетабельно это становится и себестоимость мяса дорожает но я думаю найти золотую сеткину можно уткой угощал две недели назад не было 20 килограмма достаточно и плохой вес вот опять пошли кушать и залю хапанутый пошли дальше ну все вот на этом надо мы все-таки закончим это видео повторюсь у меня эта идея все больше и больше нравится вот так что советую задуматься возможно кто-то в следующем году тоже заведет симулардов зиму содержать не надо потому что они сами не плодятся купил утяток весной закинул в вольер сначала вот он нам давал в этом году комбикорм пк 5 по-моему называется ну свитоминный мешок они съели но когда они маленькие они долго вы ели этот мешок и все потом они этот мешок съели где-то на месяц схватил его и дальше они уже стали кушать чисто пшеницу в принципе я об этом уже неоднократно повторял но я наверно буду содержать все-таки без водоема просто какая-то будет емкость с водой возможно с проточной водой и все ладно на этом заканчиваю всем спасибо за внимание до новых встреч на моем канале